Друзья, последний по времени, но не последний по рамку. Прошу приветствовать Архану. Всем привет, всем приветствовать, что увидимся или познакомимся. Я последний и я вас обрадую, я на самом деле тема вообще в два раза короче, чем по времени должно быть. Потому что что-то я вот так проморгал, что надо выступать сколько там, 40 минут, 45 минут, а у меня слайдер на 20-30 минут. Поэтому я буду сегодня затягивать. А вы думали раньше выкатить, да? Хорошо. Вообще, в первую очередь, хотелось бы просто сказать вам спасибо за теплую атмосферу, потому что, как оказалось, в Харькове намного больше ребят приходят. Ну, наверное, просто хоблета больше. Вот. И вот у меня вопрос. Среди вас есть ребята, которые сами спикеры или выступают где-то? Бывает иногда там одна рука. Ребята, вот задавались вопросом, почему в глобуле нет... Точнее, наоборот. Как в глобуле зайти спикером? Вот вы хотели бы здесь стоять и выступать. Да. Вот. Все слышали, девочки? Дело в том, что, чтобы это сделать, это очень легко. Вообще, вообще расплюнуть. Просто наймитесь к нам на работу, и вы сможете здесь выступать. Я даже больше скажу. Вот буквально за пару минут до своего выступления я сделал фото, если кто не верит, вот и сам показать. А вот если из этой грели выйти, просто выйти в дверь и посмотреть наверх, вы увидите, что у нас даже есть своя звезда смерти. У нас своя звезда смерти. То есть, ну, как бы, вот кому интересно, заходите на работу и можете увидеть ее, может даже поуправлять ей. Вот. Зовут меня Орган, я, похвастаюсь, архитектор. Мне вам очень понравилось, как предыдущий спикер, да, Денис Ибрин, надеюсь, у меня имена правильно помню. Очень интересные вещи рассказали, да, там, во время первого спича мы говорили о том, что бэкэнд, фронтэнд, что, ну, джаваскрипт, это не только фронт, это еще и бэкэнд. С другой стороны, во время второго спича, вот последние вопросы, там, спротестилы и все такое, прозвучало то, что там вопрос, как это называется, компромисса, а не компромисса. Вот я вообще не люблю компромисы. Я был бэкэндщиком, который начинал с UI. Но вот этот компромисс не получился, поэтому я стал архитектором. Дело в том, что как фронтэнд-девелопер я примерно вот так. Начался HTML лет 15 назад. Ну, как-то оно вот так выглядело. И ушел на Бэкэнд. В итоге все равно ничего не получился. И ушел я на архитектуру. И поэтому сегодня я, наверное, хотел бы, ну, не наверное, точно, хотя бы постановить беседу с точки зрения того, что, что за инструмент, как его использовать, какие он возможности дает. Где-то могу сказать, что у меня ссори опыта нет. Шучу. Вот. И поговорить вот про эти три вещи. Во-первых, холевод, как обычно, как человек, который не любит холеводить, я люблю об этом говорить. Что такое вебкомпоненты? Вообще знакомы с этим? Да. Слышали. Ну, можно тогда и заканчивать, да? Хорошо. И почему, собственно говоря, ангуляр? С ангуляром, что-то успел скрестить этот компонент уже? Ну, так. Я понял, что мне... Тогда давайте я просто буду шутить, привольно рассказывать. Вот на ваше усмотрение среди этого всего найти каждому из вас что-то полезное. Потому что если большинство знает, тогда давайте вы уже помогите мне с этой целью, а я просто расскажу, что хочу рассказать. Вот. В итоге холевод. А какой именно холевод? Вот гиблиотеки, фреймборки, в чем разница? Ну, знаете вообще, в чем разница? Ну, я надеюсь, что знаете. Ну, типа, библиотека, она сама по себе ничего не делает. Нужно ее публиковать, когда фреймборк, он готовый каркас. Он запустится и без вас, как бы. Нужно туда уже впилить свой код, и оно будет как-то работать. И вот, это же холевод вообще классический. Это не только фронтенд и бэкенд. Точнее, только фронтенд. Это же везде вот и фронтенд, и бэкенд. Оно везде повторяется. И вот, суть в том, что фронтендчики, это ребята, которые вот красивую картину рисуют. В хорошем смысле этого слова. Потому что очень часто этот бэкенд происходит вот так. И наша задача с вами, эту картину, нарисовать правильно и красиво, используя соответствующие инструменты, которые у нас есть. То есть, это могут быть какие-то библиотеки. Чаще всего, я вот заметил за свой опыт, который там, сколько, да, плюс-минус 15 лет, что фронтендчики больше любят библиотеки. Это таким же макаром, почему фронтенд больше выбирает React, а не Angular, например. Потому что, ну, как бы, модульности больше с библиотеками. Да, нужно подключить все, что хочешь. Один сайт, один бэкпроект создать из множества даже версий от такой-то же библиотеки. Да, просто куска. А бэкендщики как раз-таки больше любят фреймворки. Но так как все-таки по большинству опыта я бэкендщик, мне нравится Angular. Причем в рамках Global Logic клиентам, конечно, я больше продаю React, потому что они мне писать итоговый год. А в своих проектах, используя Angular, он мне очень нравится, он мне симпатичен, и есть в этом кое-что, чем хочется поделиться. И, соответственно, не без минусов. Вот, собственно говоря, как... Сегодня буду говорить о том, как на Angular, вот тут, с этим инструментом фреймворка, добиться максимально вот такого подхода. Ну, наверное, вы уже даже знаете, о чем тут речь, и вас все сказали, да. Вопрос эволюции. Вообще зачем эта штука? Если задуматься глубоко... Вот скажите, сколько... Давайте почитаем у нас средний возраст. Да есть ребята, кому-то 20? Окей, есть. Есть ребята, кому-то за 50? Я не помню просто, я не заметил таких. Давайте так, кому за 40? Окей. Кому за 30? Кому за 20? Это большинство, как я помню. Вот вы, ребята, тогда, наверное, не будете помнить по годам вот определенные такие нюансы, но суть всего этого в том, что оно все начиналось когда-то с монолитма. Проймворк в каком-то своем смысле это тоже монолит такой, да. Большой, целый, с одной кнопкой или с панелью кнопок, которую целиком можно использовать, кусками не можете. А, и это про UI, это сейчас не про магнитофоны, не про что-то так, это все UI. Это все UI. Просто в разных годах он по-разному выглядел, и где-то уже сейчас, и последние лет 15-20, есть браузеры, в которых тоже UI. И это пришло до HTML5, который нам помог делиться чего? Ну, модульности, да, разные кусочки все-таки. То есть монолит можно и на UI теперь делить, и из мелких кусков собирать, компоненты. На самом деле, вот тут среди шуток, которые хотелось бы отметить, про возраст и вот про то, что для некоторых HTML5 даже является, да, типа со временем, ну, чем-то уже старым. Для некоторых, кто-то успел еще HTML4.0 и ранней версии потыкать, а все, что ранее, это вот примерно так. Помните этот фильм? Да. Наверное, вам за 20 точно, а то и за 30. Вот. Теперь про веб-компоненты, собственно говоря. Почему же то, что мы успели забыть, привело к этому? Что такое вообще веб-компоненты? Ну, тут по верхам, потому что вы знаете, да, там есть какие-то темплейты, их в определенной форме делаем, разрабатываем, пишем, просто шаблончик в HTML какой-то. Есть понятие Shadow Tom, который по-своему описывает вот в том, не углубляясь в глубокую, ну, детали, скажем так, в инглементации, какие-то кусочки. И есть понятие современных там импортов, и в общем все это собирается в одну картину как кастомный элемент. По сути, обычные компоненты, как мы это привыкли делать. Суть веб-компонентов была в том, что изначально был JavaScript, потом пошло развитие, там jQuery где-то появилась вот эта история, да, там появился React, Angular одновременно, еще была AngularJS первая версия, потом React, потом Angular второй, где-то там Vue.js вышел, который вспоминали, на самом деле там еще много лучше всего можно понатыкать. А суть в том, что это все разные вещи. И каждый раз проекты собирать, выбирать технологию. И инициатива была, давайте в очередной раз попробуем стандартизовать все. И в очередной раз это пробовать делать Google, в этот раз еще и с Microsoft, где-то как-то они сдружились еще с определенными другими компаниями. Ну, несмотря на то, что там есть Microsoft, Explorer все равно не обсуждается, там обсуждался Chrome, и, по-моему, если я правильно помню Firefox среди первых был. Вот. В итоге, вроде бы как бы хотели стандартизовать и вроде как-то сделали прикольную штуку, но это вариант разработки компонентов, которые можно переиспользовать. Но фреймворка как такового тут нет. Точнее, больших возможностей нет. Поэтому решили скрестить просто Angular с веб-компонентами. Вот давайте, у нас есть фреймворк, который компилит JavaScript. И проблема Angular в том, что это вот такой белый медведь, который выходит из тролинуса, а три бабушки такие маленькие смотрят на него, что он там вообще делает и как он туда поместился. Это вот весь проект на одном Angular. А что, если нам всего лишь нужно одну фичу какую-то запилить среди всего прочего и впилить ее с помощью Angular просто потому, что там есть фичи, которые вот нам помогут? И это было бы прикольно. Но мы не можем это сделать, потому что проект не Angular, или просто на Angular не хотим, потому что слишком большой монстр. Вот у нас все остальные длиготеки классно работают. И вот тут как раз-таки эта тема показалась вот так. Оно пошло. Оно пошло, как минимум, с точки зрения кода выглядит все красиво. Я вот сейчас переключусь просто режим кода, я экспериментировать не буду, как мои коллеги, потому что, скорее всего, что-то где-то не взлетит. Это был эксперимент. Все было подготовлено. А, ну, вы знаете секреты, а вот мы их скидами не делаем так, видишь? Хорошо. Итого. Пример, на самом деле, даже слизанный с одного из вариантов, которые есть в сети, я его просто взял, запустил дома, мне понравилось, оно отработало. В продакшни рассматриваю варианты, но все равно не в равных global logic, потому что, честно, у нас, я пока не вижу, у нас хорошо идет реан. Реанчики вот выигрывают, в принципе. Но если задуматься, вот коллега Денис говорил, я жду этот вопрос, кстати, Денис, что я сейчас покажу простой пример, а ты задашний вопрос про сложный пример. Вот. Простой пример, хочу вот такую кнопку нарисовать. Это код на Angular. Ну, вы в большинстве знаете, поэтому сюда еще мы добавим какие-то стили. Я даже не вчитывать какие, лишь бы какие-то. Ну, как наша кнопка выглядит. Что мне нравится в Angular, это больше всего описание компонентов. Ну, ребят, мне придется вас помучить и чуть-чуть пройтись по коду, если даже вы его уже разобрали, потому что время, оно как-то должно пройти хотя бы чуть-чуть, чтобы мне не сказали, что я не отработался в этом месте. Вот. Ну, блин, а сколько времени? 21.17. Ну, всем вставшим же, все там и хотят. Дайте повесить, ну, ребят. Вот. Итого, что у нас есть? У нас есть компонент? Есть кто не знает, что такое компонент? Здесь нет. Хорошо. А чего вы еще не работаете у нас в блоке? Я думаю, достаточно знать. Я отвечу политкорректно и правильно. Увы, я работаю в киевской локации, поэтому харьковские дебята вам точнее скажут, что достаточно. Вот. И что, мы тут, значит, добавили наш тэплейт. Я люблю всегда выводить его в отдельные файлы. Да, вот ребята, которые любят JSX, вот я люблю истемельные шаблоны. JSX мне нравится, но я люблю истемельные шаблоны, я его всегда вывожу даже в маленький односрочный шаблон туда. Есть селектор, есть стили тоже в отдельные файлы. И самая важная штука – это View and Capsulation Native. Обрадуйте меня, хоть кто-то есть, кто не знает, что это такое? Это бы просто так, чтобы подержать? Хорошо. Суть в чем? Есть фреймворк, который позволяет вот input и output и всякие event editor вот красиво это все делать в другой манере, не так, как это в других библиотеках и фреймворках делать. Мне это очень нравится. Ну, допустим, наша кнопка будет просто каунтер-кликов считать, каждый раз считает и в какой-то момент это нужно оттуда вычитывать, сколько раз на них декре или на нее уже сами вывести. Условно мы говорим о том функционале, который является маленьким. В вашем всем приложении одна маленькая компонента. И я бы разделял бы тут две компоненты. Если помните, по классике даже вот React, и было понятие «этап-компоненты», ну, тупые компоненты, которые просто что-то рисуют. И были контейнеры, то есть контейнеры они получают информацию, и там компоненты они прорисовывают. Вот в данных компонентах же тоже всегда были вычисления. Вопрос был, откуда данные пришли, и кто их нам передал, или мы сами их взяли и забрали. И если тяните эти компоненты вот на такие кусочки, то можно проверить, где вам больше мог бы понадобиться именно Angular, точнее его начинка. И если оно вам подходит, то, в принципе, вот компоненту с подобным кодом, например, в данный момент это там компонента какая-то, чтобы подключить, нам достаточно просто создать модуль, где включается Angular Elements, такой, скажем, подмодуль, да, там клеек, custom elements, мы сюда передаем кнопочку, мы обязательно вызываем ng-boot-strap, custom elements define то-то-то, если я правильно помню, вот этот custom elements, на самом деле, даже не Angular, а часть объекта Windows, если я правильно помню. Кто-нибудь может подтвердить или посмотрим? Зачем? Вот, насколько я помню, это даже уже вот встроено Windows. Вот. И самая важная штука здесь, это entry components, custom button components. Дело в том, что в таком приложении, на самом деле, в компоненте таком, приложения просто нет. Ну, мы же говорили о фреймворке, который запустится, запустит приложение, но тут у нас нет приложения, у нас есть одна компонента. Нужно указать, что эта компонента будет входной точкой, что как только это запускается, должно просто выстрелить компонента. Ну и дальше мы просто это все билдим с нашими скриптами. Ну, есть такая красивая вот штучка, мне очень понравилась, с какого-то там сайта, с каким-то там, с какой-то топом, вот на тему Angular компонента взял. И 9 классическая такая, кат, то-то, то-то, то-то. Потому что результат компиляции такого компонента, это как обычно в Angular 5-6 partners, правильно? Их собрать в одну, грубо говоря, зипку, и как зипку спакетировать. Вот когда я экспериментировал, я успел поиграться из 6-м и 7-м Angular. И в рамках этого прочитал, что где-то уже запустили 8-й, но я не знаю, 8-й уже есть или нет, и не успел, пока руки не дошли. Ну, где-то типа запустили 7-ка, что-то, и вышло недавно. В 6-м вот этот компонент, плюс-минус такое что-то, у меня заняло на диске 60 с чем на килобайт. Вроде как было много. И для модульного вообще не годится программирование. С седьмой версии у меня пакет с 50 с чем на килобайт, по-моему, если я правильно понял. И тут возник вопрос, а где же вообще использовать подобную штуку? Ну, если использовать вообще, на практике это выглядит вот так. Наверное, этот пример всем уже знаком. Ну, вообще классический-классический. Ну, просто есть кнопочка, ее тут вставили, она есть в пакете, она подгружена, мы все эти скрипты уже подгрузили, и вот наш кастом-парт. Обычный чистый HTML, никакого ангулятора уже не было. То есть, грубо говоря, это вот тот самый результат, который как формат уже в этом комплекс работает. Ну, и какой-то скрипт просто что-то сделал с этой кнопкой. Продемонстрировали, что это чисто вот обычный компонент без ангулятора. И где использовать, вот как думаете, давайте подискручиваем. Где бы вы использовали бы технологию, которая одну такую кнопочку делает там 50-60 килобайт? Ну, на веб-сайтах, соцсетях и подобных проектах? Ну, нет, точно нет. Enterprise, вот мое любимое слово. Место, где, да вообще пофигу, сколько там килобайт. Оно просто должно работать, и это нужно быстро разработать. И нам не нужно экспериментировать с разными библиотеками, с разными членами. У нас есть готовый проект. Допустим, у нас даже есть фиксированный список браузеров с версией. Как правило, оно бывает в Enterprise чаще всего. Иногда бывает просто, знаешь, на интернете слово один идти. Все. Ну, вот, вижу вот боль, улыбнулись ребята. То есть, важный момент, что в Enterprise как раз таки я вот вижу возможность эту штуку использовать. В своих проектах я обычно какие-то там, если свои делу стартапчики, у меня там много чего, вариантов было. Или какие-то там левые дела, эксперименты. Это, ну, чистый Angular. А вот в Enterprise как раз таки фишка того, что я взял, я знаю Angular, я взял что-то крупное, классное, разработанное, но это все в одной компоненте. Оно может где-то помочь. Насколько имеет смысл такие компоненты иерархически друг в друга вкладывать? Я думаю, наверное, не очень. Потому что из Angular в Web Component, который дальше опять в Angular, который опять в Web Component и опять вот так в матрешке собирать, мне идеи не нравятся. Мне больше нравится какой-то большой компонентик сделать с внутренней начинкой и вот его вывернуть, обернуть в Web Component, если вам это нужно, это вот вывести в таком формате и переиспользовать. В данном случае мы можем, во-первых, если с точки зрения интерпрайза использовать, все подходы сразу. Библиотеки плюс крайборки. То есть, допустим, мы делаем на React или на Vue или на чем-то еще проекте. У нас есть фиксированный список браузеров одного или более с версией. И мы точно можем понимать с тем стеком, который у нас заокругленный, будет ли стандартным компонентом работать у нас. Если ответ да, и у нас рук не хватает, но у нас есть еще пул ребят, которые знают Angular, но меня Angular не пишут. Почему бы мне заиспользовать этих ребят как ресурс? Ресурс именно не люди, а ресурс знания и руки, которые могут нам это сделать. И мы просто быстрее это все разработали. То есть, я не рассматриваю это как альтернативу, в общем, чему-то там. Но как вариант быстро в нужный момент добить и сделать, это, знаете, в серии даже продакшн можно уйти, потом за рефакторами, если мне понравится. Для интерпрайза вполне подходит. Как вариант я вот это обсуждаю с клиентами. Создается впечатление, что вот все классно и круто. Но минусы есть. Минусы – это то, что, во-первых, веб-компоненты, они развиваются. По-моему, даже очень временно, на мой взгляд, но развиваются. И есть в этом минус того, что, во-первых, непонятно, оно встанет, не встанет. То есть, может, и остановится, и дальше не пройдет. Вроде бы, сообщество поддерживает, но при этом достаточно тяжелые компоненты. Если это все сделано на одном фреймворче, с одной библиотечкой или с двумя листами, или с пятью, все равно даже в аттестом окуляре приложение написать намного меньше будет. А когда каждая компонента, вот, Angular Web Components, у вас получается, каждая кнопка, если у вас три кнопки – это 150 килобайт, кнопка. Ну, как-то не очень. Можно же долго сделать это все в одном пакете за 70 килобайт одним приложением. Ну, то есть, об этом стоит задуматься. И хотелось бы это все закончить на нотке. Мы начали говорить, 20 минут я кому-то говорил. Я успел свои 20 минут, сэкономил вам время. Просто, что есть такая возможность. Мне она нравится. И я хотел бы от вас слышать, используется она где-то у вас, используется, может, даже в будущем какие-то свои ваши наработки, что, ой, вот мы попробовали, у нас в проекте впилили, такие были проблемы. В данный момент продакшни, к сожалению, кейсов есть, но мало. Но технологии очень обещающие. Вот. Я свою речь построил совсем по-другому, потому что все уже об этом знают. Поэтому спасибо вам, что хотя бы предъявили. А вот два месяца назад, два или три месяца назад в Киеве, больше половины зала, точнее, кроме двух-трех человек, не знали. Ну, слышали где-то что-то, но мы даже не тыкали этому. Так что, ребята, вы меня реально удивляете так. Вопросы? Блин, я думал, никто не задаст. Я как раз с этим делом сталкивался. Как бы вот такие кейсы, которые я вижу, это когда вот у меня задача была, как бы, организовать плайненную архитектуру. Когда мы можем какие-то внедрять свои плагины. Есть какой-то сайт там, какой-то магазин. И чувак ковырялся. Да, какие-то свои плагины. Есть там чекаут-флоги. Он хочет... Свои, да. Свои какие-то. Каслы. Есть уже на манугляре. Он хочет туда внедрять. И как раз эти элементы отходят. Но я ковырялся. Там просто проблема. Есть такая, называется ng-zone. Да. Вот. А вот A вообще это все... В итоге я просто Vue взял и на Vue эти плагины вставлял в ангуляры. Но вот это там кейс, когда каждый проект по-своему. Очень зависит от тех стеклов. Потому что в какой-то момент что-то чему-то будет мешать. В какой-то момент она просто совпали звезды и все классно. Это просто давно было. А сейчас уже есть такой инструмент ng-x-build-plus, который как раз позволяет build-ить скастанных элементов. Именно JS без вот этого ангуляра... Зона? Да. Без этого все. Где ты просто вставляешь в страницу этот injector script. Потом через UnerHTML можешь впихать... Вот про этот инструмент как раз где-то слышал. Вот это позволяет как раз build-ить вот этот элемент очень маленького. Где только у тебя есть сам элемент. Класс. Еще второе, это вот как раз микро-frontend. Когда у нас наш фронтенд состоит из маленьких кусочков. И мы как раз можем с помощью элементов собирать наш фронтенд. И можем их независимо deploy друг от друга. Можно этому человеку подарок за лучшее вопрос? Кстати, не вопрос, а лучшее предложение. Продолжение. Еще третий случай ангуляра элемента, когда нужно иммигрировать ангуляр первого на второго. Мы второе, приложение второго ангуляра, его как бы организуем в этом англоэлементе и вставляем в первый пол. И получается у нас и первый работает, и второй. А там проблема как понять данные между первым и вторым. Нужно какую-то шину, которая... Но в принципе, если это разные компоненты, то между ними уже через обычные... Нет, когда у нас кусочек, мы же не можем соммигрировать. У нас есть большое приложение на первом, и мы его по тьмойку переносим на второй. С помощью этого англера элемента мы вот так вот туда его... Кусочек. Да. Ну, прикольная тема. Да. Имеется... Посмотрите потом. Смотрите, еще маленький такой... Да, подарок есть. Видели? У нас еще есть подарок или еще? Еще есть. Но мы не скажем сколько. Вот про эти строчки просто поговорю. Смотрите, вот этот сайт, это не понты. Я перестал контакты выкладывать. Просто там все контакты мои, если кому интересно. И вот везу вот эта ссылочка на Facebook группу, которую я запустил исключительно вот в целях делиться статьями, которые мне лично помогли, то есть в копилку знаний что-то добавить. То есть не все подряд, да? Даст там N 10-15 дней, что-то такое интересное, что классное. Если кому интересно вот про бэк-энды, фронт-энды и все вместе, то есть можете зайти, может, что-то интересное найдете себе. А теперь еще дальше вопрос. А, ну, просто вопрос, как бы... Вот есть конференция, там, веб-компонент, ну, веб-компонент, там, по-разному говоря, называется веб-сендер. Не приходилось с вами сравнивать две вещи? Потому что, когда я попытался написать там веб-сендер, то же самое сделать при помощи веб-сендера, получилось так, что веб-сендер занимает, ну, не все, как као-байт, но 50 точно. А вот кнопка же на веб-сендере, примерно почти мегабайт, выглядит как натуральное чудовище, которое с другой стороны получается так, что... Веб-сендер вот очень знакомо столько, но я вот... Да, блин, давно было. Я уже не помню, на каком... Ну, на чем оно вообще работает, вот, внутри. Ну, это пишите, там, на Расте... Это Майкрософтовская штука? Нет, нет, это тоже есть там дабы. Я помню, вот название точно помню. Не, ну, если оно монструозное, можно просто пропустить. Шучу. Сравнивать, не сравниваю. Ну, я вот, как сказал, как любитель именно агуляра, которые любят с ним экспериментировать и смотреть, что там было интересно появляется. Потом, у меня просто постоянно из года два какие-то там проектовые агуляры есть, и прошел и первый в разные версии, там, один-два, один-три, один-четыре, один-пять, и на второй заскочил, и дальше и четверка, и пятерка, и шестерка, вот семерка, сейчас. То есть, как вот заявный такой агулярщик, который его любит, не обязательно на работе надо любить, но всегда. Мне именно веб-компоненты с этой точки зрения понравились. Не как отдельная штука, но если кто-то у меня запросит, чувак, вот, сделай мне эту работу и дай мне ее, чтобы она у меня работала, чтобы так... И вот размеры, вот, как вы сказали, десятки килобайт и мегабайт, ну, это мегабайт даже для интерпрайза немножко так, под вопросом. Ну, у нас будет таких сто компонентов, это сто мегабайт, вот как-то... Странные ощущения. Но можем на эту тему потом подискусировать по сети. Я там с удовольствием нашел информацию, поигрался, кстати, мы можем отпустить на связи дальше, если не желаем. Например, Facebook. Еще, вот этот вопрос, или хотите сразу кофе и там уже меня поймать? У нас есть время еще на вопрос. У нас есть два. Подставим. Я тебя запомнил. Я отсюда хочу уйти. Стой отмечай, давай. Помучайте, мы еще минут пять, мы уже десять. Ну-ну. Публика лояльный. А есть браузеры, в которых не поддерживаются? Конечно. Полно. Да. Интернет-эксплор в шестой не поддерживает. А в седьмом? Румы не поддерживает тоже, по-любому. Не факт, что там дальше даже. Вот. Я знаю про Firefox и знаю про Chrome. Что точно есть. Вот про Firefox могу ошибиться, потому что я сам, ну, с Firefox не игрался за эту штуку, именно слышал, читал где-то, да? Вот других пока не видел. Правильно, что через какие-то там банифилы и так далее. Ну, соответственно, так оно и есть. Но люди пинают. То есть, пинаются, оно умеет это. Там апдейты есть постоянные, но они не каждую неделю, да? Там, может, раз в месяц, полтора, два. То есть, это же, ну, вот, как кукол сам пришел поискать, и он же не сразу стал заменой в седьмой. Да. Просто вспомнилось, кому интересно, очень интересное применение веб-компонентов. Это Onsen Ayo, по-моему, набор в HTML-компонентов для гибридных приложений. Он еще раз скажет? Onsen. Onsen? Да, я в японском. Onsen Ayo. А, японском? Да. А в чем идея? Основной корр написан на веб-компонентах, дальше обернуть под все фреймверки. Вот вам примеры того, чтобы этот компонент используется. Так что, я думаю, любые вопросы не вопросы, в плане того, что оно есть. Кстати, вот это очень интересная штука. Вот, в общем, по рынку, рынок я имею в виду Европа, Штаты, ну, Запад, Европа и вот Азия. Очень часто клиенты с Европой и, ну, большие вот компании, да, на которых мы разрабатываем, которые у нас заходят, как клиенты, Европа и Запад Штаты часто не любят решения азиатские. Вот реально, есть классное решение, ты его предлагаешь, заказчик говорит, давай что-то американское. Чтобы, причем недавно у меня был кейс такой вот, в числе серии, а кому платить и кто мне будет саппортить? Я хочу, чтобы ребята вот рядом со мной в штатах сидели, хотя бы в соседнем или другом любом штате. То есть вот с японцами, китайцами, вот ранее Китай тоже звучал, реально классные варианты есть, они используют все это. Ну вот, вопрос рынка. Возможно, мы не там просто копаемся, как уже звучало ранее. Там чувак, по-моему, не китайский, не знаю. Секрет есть, да. У меня вопрос по поводу, что вообще из веб-компонентов, используя там два компонента. Да. То есть я увидел ShadowDome. И насколько я понял, там еще был. Да. Смотри, это минимальный нагон. Что-что? HTML-комплейки используются в Angular? Вот как человек, который в продакшене из-за того, что долгое время не писал с этой штукой, я вот, к сожалению, сейчас не готов ответить на вопрос, но могу чуть позже ответить на этот вопрос. Вот можно, вот у меня там контакт в Facebook есть, почему объясню. Потому что минимальный джентльменский набор, чтобы это запустить, хватает для того, чтобы все остальное вангуляли у тебя. Однозначно сказать, используют или нет. Если используют, ну почему и вообще зачем оно надо или не надо. Вот это нужно прошестить немножко. Я предлагаю просто в Facebook, у меня постоянно вот это общение в Facebook, через Facebook пообщаться и разобраться в теме. Потому что мне было бы интересно, на самом деле. Мне пинка не хватает. Ну это просто вопрос именно о поддержке в браузерах, насколько это у него странно будет. Ну чем меньше ты используешь фич, тем больше у тебя поддержки будет. Николь. Спасибо. Все, отключили меня? Нет. Да, можно. Достигриевич. Я буду считать. Васкидок не помню. По первому я первопроходцам всегда забуду. Для девушек весла. Подстава. Как идея звучит очень круто, очень интересно. По-моему, очень рисковое решение. И очень часто на продакшн проектах кастомера бывает сложно убедить в том, чтобы… А я похож на человека, который ищет простые решения. Бывает сложно убедить даже обновить какую-то технологию. Вот как ты убеждаешь заказчика, что это может работать? Это же рискованно. Это рискованно. И это очень зависит от кейсов, то есть рекламентов. Это именно вопрос архитектуры. То есть, часто на этом разработчики ломают алгоритм, что, блин, никак не могу продавать. Потому что не надо продавать. Нужно, чтобы человек тебе сам пришел, что я хочу это. Но его как можно подвести. Если ты видишь, что это вот действительно рискованно, окей. Но если есть оправданный риск, и он может оправдаться в твоей голове, то идеальный кейс – это просто выйти на сослон или встречу, или как-то пообщаться со своим, грубо говоря, заказчиком, владельцем этого продукта. И задать ему пару народящих вопросов, которые приведут его к этой проблеме, заставить его спросить у тебя, а как ты думаешь, что бы нам помогло в этом. И тогда ты можешь накинуть ему презентацию с десятком слайдов, где 3-4-5 альтернативные технологии с плюсами и минусами. Где вот конкретно эту технологию ты укажешь с рисками, но уже какие-то продажные моменты, потому что оно решает важную проблему. Главное – это нащупать боль. У заказчика есть боль. У любого человека. Вот тыкаешь в эту рану, и он плачет, плачет начинает, плачет. Если ты нащупаешь эту боль, через эту боль можно продать. Если боли нет, вот у меня все работает, и ты мне говоришь, давай веб-компонент. Я говорю, погоди, я еще двух реакторов найму, у меня все в пустыре дали. То ты мне не продашь веб-компоненты. Тебе нужно найти боль, которую другим лекарствам ты не лишишь. И не нужно продавать. Нужно нажать на болезненную точку, чтобы человек сам спросил, а как надо решить это. Ну деньги тоже, знаешь, не безразмерные. Рано или поздно тебе скажут, погодите, я уже устал. Хайрит новых разработчиков. Давайте, может, по-другому как-то решим. Вот это нужно добиться. И там уже тоже можно предлагать и обязательно не навязчиво. Сначала пощупать человека, может он не хочет это, он задаст вопросы. И сходи с вопросов в обратную сторону, тебе. Вот тогда больше вероятности, что человека заинтересует шоу. Ну да, прикольно, ребята, решение дали. А дальше уже есть секреты. Оп. Всё? Так, всё. Ну чес! Нет, нельзя. Аплодисменты. Выбирай ключик без твоей стороны. А, то есть это не мне. Девушка. Вот просто запомнил последний. Аплодисменты. Ну да, все, спасибо, Архан. Давайте еще раз. Аплодисменты. У-у-у-у. Я не хочу вас буквально одну минуту оставаться на местах, сейчас и будет наша лотерея. О, это такая любимая, моя лотерея. А я не планирую. Нет. 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 Извинья. О, это такая любимая, моя лотерея. Ясно! Ого. Ясно! У-у-у! У-у-у! У-у! А-а!